Привет, дорогая, меня зовут Даша и вообще я не любительница тегов, которые другие делают видеоблогеры на ютубе. Однако, мимо этого тега я не смогла пройти мимо. Это тег, посвященный книгам. Книги «Я. Вещи неразделимые». Вопросы я заранее не просматривала, чтобы мои ответы были, так скажем, оговоркой по Фрейдам. То есть, первое, что придет на ум, а если бы я посмотрела на вопрос, это было бы не первое, что придет на ум. Поэтому я буду подглядывать в свою шпаргалочку. Вот она у меня тут лежит. И, соответственно, начнем. Какое количество книг вы берете в библиотеки и покупаете? В библиотеки я не хожу уже давно, потому что я прочитала все, что у них есть, еще будучи ученицей старших классов. И с тех пор, начаясь найти в библиотеках что-то, что новые книги не покупают не так часто, поэтому... А вот покупаю я их очень часто. Каждый месяц, наверное, штуки по 4, по 5, не меньше. Второй вопрос. Каким литературным героем вы хотели бы быть? Никаким. В принципе, если бы был литературный герой типа Акунинского Фандолина, то, наверное, вот таким как-то. Но я не припомню героинь женского пола подобного типа, поэтому, пожалуй, никаким. Разве что Маргарита... Нет, Маргарита я Бугакова бы не хотела бы быть. Так, третья любимая книга детства. Все книги Крапивина. Все. Самая любимая книга. Такой нет. Чтобы была книга самая любимая, нужно читать меньше, чем я. Может быть, это позвучит немножко нескромно, но я читаю очень много, и что были самые любимые книги. Самые любимые книги у меня двух авторов, Крапивина и Акунина. Но среди них я не могу выделить самых-самых-самых. Ему выглядит то, что я читаю чаще всего. Это, наверное, бронзовый мальчик Крапивина, а Акунина – это, наверное, Клавбищенские истории. Да, звучит странно, я знаю. Так, любимая книжная серия. Акунин – серия Фондолина. То есть, вот, герой Фондолин. Покупаете ли вы подержанные книги или используете новые книги? Подержанные книги я бы хотела покупать, наверное, потому что в них всё-таки есть какая-то такая энергетическая мощь, я не знаю. То есть, они же прошли через чьи-то руки, как чьи-то руки их держали. Даже вот эти книги, они пахнут по-особенному. Вот, я сейчас и говорю не типа краска-краски, а вот какой-то дух времени, вот такой вот аромат витает. Поэтому, но у нас в городе нет мест, где можно было бы купить подержанные книги, так как они практикуются. Поэтому, вот, только новые. Самый привлекательный герой-героиня – Фондолина Кунин. Любимая книжная обложка. Таких нет, и я на это не обращаю внимания. Наверное, в следующей поговорке не судите книгу по обложке. Поэтому, вот, здесь предпочтений у меня нет. Первая книга, которую вы прочли. Не поверишь, я помню, что это была за книга. Это была Пушкинская «Рыбака, золотая рыбка», или как она правильно называется, эта сказка, даже не помню. Ну, в общем, вот эта «Золотая рыбка», ее все знают, эту сказку, для того, что я, почему я ее помню. Эта книга, причем, в языцах нашей истории, потому что я ее читала еще когда не умела читать. То есть, я вообще из семьи, где очень много читают. И, конечно, маленькая я видела, как это происходит, но сама читать я еще не умела, только в тригодика научилась читать. И когда я просто брала книгу, это всегда была история «Золотой рыбки». Я вот так вот открывала, у меня даже есть фотографии, я держу эту книгу вверх ногами. И я сижу, и, отключившись к книгу, то есть, как со стороны это выглядели, так я и повторяла за взрослыми. И читала следующего база. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. И, разумеется, когда я все-таки научилась читать, я это, именно эту книгу я и перечитала. Уже нормально, а не бу-бу-бу. Так, любимая книга, по которой был снят фильм? Ой, сказано, что любимая книга, по которой был снят фильм, и этот фильм мне тоже понравился. Ну, если в этом смысле, то по Фондолину же снимали книги по Кунинскому, так что, наверное, вот эти «Статский советник», наверное. Да, наверное, это «Статский советник». Когда вы начали снимать видео для Ютуб? Наверное, в марте этого года, 12-го. Наверное, в марте-ябреле 12-го года. Лучшее место для чтения – кровать. Я ненавижу читать в сиде, вот просто меня бесит. Я люблю полулёжа, облокотившись на локоть правой руки, на боку. Так что диван, кровать – самые лучшие места для чтения. И ты сейчас удивишься. Ванная. Объясню, почему. Потому что, когда лежишь на кровати, все равно есть соблазн посмотреть какой-то фильм, пойти, подойти к компьютеру, подойти к тому, к всему, третьему, десятому, поделать то или иное. А когда ты лежишь в ванной, читаешь книгу, то ты никуда не идёшь. И у меня даже есть такое, что я печатаю свои любимые книги, очень интересные какие-то. Я не вылезу из ванной, пока не дочитаю. Если я сижу в ванной, 4-5 часов, Таша взяла свою любимую книгу, читает её. Так, придумали ли вы истории о любимых героях? Нет. Я не люблю фанфики. Ну, если ты не знаешь, то в интернете так называют истории, написанные фанатами по сюжету уже существующих фильмов, либо книг. Я не люблю фанфики, я одно время пыталась писать, но нет, не люблю я их. Потому что всё-таки оригинальные герои и герои, которые фанаты, истории для них пишут, это совершенно разное. Это небо и земля, я считаю, даже если очень похоже получается на стиль создателя этих героев, нет. Если бы вы могли читать только 3 книги всю старшую жизнь, что бы это было? Это, где же не указана, назовите там, повесть, именно книги, то есть книга, это книга, вообще по моим представлениям, может быть и в словареток, книга это фолиант, ну как фолиант. Книга это обложка и много страниц о ней. То есть более общее понятие, более узкие понятия, повесть, рассказ, роман и т.д. Определились теперь, когда с терминами, я скажу, что это бронзовая мальчик, книга Капирина, неклассное чтение Кунина и многокнижие Семёнова и Волкодав, серия Волкодав. Так, самая длинная книга, которую вы прочитали. Самая длинная. Гарри Поттер, куда длиннее. 5 книг, каждая страница минимум 400 и максимум 900, куда длиннее. Так что, наверное, Гарри Поттер, Джон Раулинг. Если бы вы писали книгу, как бы она называлась? Ну, я немножко балуюсь этим. На самом деле вопрос какой-то неконкретно, слишком широкого плана. Как бы она называлась? Смотря в каком усилии я писала. На самом деле невозможно писать, я затрудняюсь назвать название. Вот если бы этот вопрос как-то был ограничен рамками, слишком пространственно. Ну, не знаю, но я бы постаралась, я обтекаемо тоже отвечу. Какой вопрос, такой ответ. Я бы давала название какой-нибудь, которое бы отображало эмоциональное содержимое книги, но при этом не являлось бы подсказкой к сюжету, тем более к развитию сюжета. То есть что-то такое нейтральное, но имеющее отношение эмоционально к самой книге. Ну, я не знаю. Ну, например, вот у Дюмы есть книга «О жиле королевы». То есть оно связано с книгой и оно не содержит в себе намёка на события, которые у них происходят. Так что как-то вот в этом будущее. Сколько книг вы прочли в прошлом месяце? Порядка 5-6. Последняя книга, которую вы прочитали? Я вспомнила. Последнюю книгу, которую я читала, было перечитывание книги Бориса Кунина там под седонимом, по-моему, Анны Борисовой. Вы представляете себе героя любимых книг? Это связи с от книги. Есть от книги очень увлекательные. Есть книги, которые читаешь, и эта книга обладает эффектом полного погружения. А есть книги, которые читаешь, она интересная, но всё равно нет погружения. Поэтому зависит от книги, но да, у меня бывает. Любимый книжный магазин. Я не помню его название, но это магазинчик книжных и канцелярских товаров, которые находятся в моей работе. Он достаточно небольшой, но у него очень много чего есть, такого, что я люблю читать. Вы предпочитаете книги в мягком или твёрдом переплёте? Обнозначно в твёрдом. Ненавижу книги в мягком переплёте. Они слишком быстро рассыпаются. То есть это буквально книгой на один раз прочитать и выкинуть. А я книги никогда не выкидываю. Я не люблю хранить книги в плохом состоянии в своей библиотеке. И в них прилистая страница смазывается чернила. И их неудобно читать, потому что обложка мягкая. И чем дальше ты читаешь, на середине там вообще полный капец. Нет. Однозначно твёрдая обложка. Если у вас несколько экземпляров в одной книге. У меня есть два экземпляра книги Семёнова и Волкодав под названием «Ставик камень». Вот, совершенно случайно так получилось, что книга одна уже была, и мы об этом забыли и купили ещё одну. Подумали, что это другая книга, а не та. Вы бы предпочли прочесть книгу о вампирах или об оборотнях? Я не очень люблю книги подобного толка. Исключением является, конечно, книга Стефани Майер «Сумеречная сага». Не знаю, для меня это почти одно и то же. И то, и другое мифические представления. Ну, может, не совсем мифические, кто как верит. И то, и другое, как-то вот они вредят людям. То есть, это и примерно из одной породы существа, только разных видов. Ну, скажем, ни то, ни другое. И последний вопрос. У вас в коллекции более 150 книг? Однозначно. Я бы даже сказала, у меня в коллекции более 500 книг. Уж не буду замахиваться на тысячу, я их не пересчитывала. Однозначно больше 150. На этом у меня вопросы закончились. Их было 25. Надеюсь, тебе не было скучно слушать мои ответы. Читай побольше. Приятного тебе чтения. Пока. С тобой была Даша.